Здравствуйте, дорогие наши участники мастерской интеллектуалов БГУ. Сегодня 18 февраля, в преддверии нашего самого замечательного праздника Сагалдана. Всех поздравляем от имени всех наших интеллектуалов, мы все интеллектуалы БГУ. Давайте поздравим друг друга с нашим светлым праздником Белого месяца. Пожелаем удачи, белой дороги и здоровья. Сегодня мы в 14.40 начинаем очередную серию мастерской интеллектуалов БГУ. Тема «Язык как средство адаптации к окружающей среде». Наши интеллектуалы. Майоров Александр Петрович, профессор кафедры русского языка и общего языка знания, доктор филологических наук. Здорово, представитель зарубежного отделения. Федоров Михаил Александрович, доцент кафедры английской филологии. Мы сегодня попробуем продемонстрировать интеллектуальный ринг. Это, наверное, все-таки новый формат представления научных знаний. Наверное, мы, институт филологии массовых коммуникаций, в этом смысле пионеры. С чем тоже друг друга поздравим. Итак, сегодняшний формат представляет, скажем, обмен мнениями, порой противоречащими друг другу. Поэтому я хочу, чтобы вы, дорогая аудитория, тоже принимали активное участие. Итак, начинаем. Уважаемая аудитория, позвольте начать наши прения, непрения, рассуждения на тему языка как системы, средств адаптации человеческого коллектива. И первый вопрос, который нужно затронуть, это место адаптации в жизни человека. И здесь нам необходимо будет обратиться к теории культуры. В рамках деятельственного подхода адаптация – это основная стратегия любой культуры. И этой стратегии подчиняются все компоненты культуры, в том числе язык. И именно понятие адаптации помогает понять природу любых жизненных процессов, включая природу жизни общества, которые Умберто Матурана, чилийский биолог, называет жизненными системами третьего порядка. Давайте посмотрим на понятие культура. Это определение принадлежителю Эдуарду Саркисовичу Маркаряну. И согласно этому определению, что культура – это все, что помогает нам адаптироваться к окружающей среде, которая включает природу, которая включает другие сообщества. Давайте рассмотрим, как культура помогает нам адаптироваться. Эдуард Саркисович выделяет три направления адаптации. Во-первых, это адаптация к окружающей среде, адаптация к другим сообществам и поддержка целостности данного общества. Соответственно, три подсистемы культуры, которые вы видите на экране. Давайте посмотрим, как первое направление. Николай Федоров, представитель русского космизма, наверное, наиболее красноречиво выразил эту мысль, что человек – это пасная природа. Он указал, что лишенный ареал обитания человек приспосабливается к окружающей среде, адаптирует ее, приспосабливается к совершенно разным экосистемам, которые отличаются по возможным получениям пропитания, по уровню опасности, по температурному режиму. Заметьте, что человек – это единственный вид, который расселился по всей Айкумении, не выходя за видовые рамки. И адаптация к природе происходит при помощи использования идеальных и материальных орудий. К материальным орудиям, внизу слайда, как можно видеть, это инструменты, одежда, жилища. К идеальным орудиям относятся технология, знания, навыки, умения. Все это помогает нам приспособиться. И специфика приспособления, специфика адаптации стоит в том, что человек не сколько сам приспосабливается, сколько изменяет окружающую среду. Адаптация к другим сообществам. Человек никогда не живет один. Он всегда часть сообщества. И немаловажно является адаптация к другим обществам, которые отличаются стереотипами поведения и приемлемое в одной культуре является или может являться оскорбительным в другой. На экране вы видите примеры снеги Львана Николаевича Гумилева, в которой видно, что разные этносы, разные общества могут находить поводы для конфликтов, исходя из обычаев, ценностей. Все это может быть причиной для противостояния. И здесь можно видеть три стратегии. Первое. Это миграция или изоляция, либо военное противостояние, либо дипломатия. Одно из трех. Это почти как, если вы помните, советский мультик Маури был, когда Медведь спрашивает волчат, ну как, что делать, вы попали в новую часть джунглей. Один говорит зарычать, другой говорит убежать, третий говорит сказать что-то. Вот три стратегии. Миграция, либо военное противостояние, либо дипломатия. И таким образом мы уже можем видеть, что культура можно представить как массив знаний, которые помогают нам приспособиться к этой природе. Как отмечает Алексей Алексеевич Леонтьев, человек всегда не стоит наедине против природы. Он всегда опосредован к культурой, опосредован к отношению к обществу. И, наконец, давайте посмотрим третье направление адаптации. Это поддержание целостности социальной системы. Как отмечает уже цитируемый Эдуард Саркидович Маркарян, существенной чертой адаптации является то, что субъектами истории являются не индивиды. Субъектами истории являются общества. Вообще общественное бытие это видовая особенность человека. И по Маркаряну причина в том, что необходимо объединение усилий и множество индивидов для решения задач. С ним немного спорит и дополняет Элиот Ааронсон, американский психолог, который говорит, что мы вместе не потому, что нам веселее, эффективнее и безопаснее, а потому, что это наша особенность, что мы все вместе таким образом. А, кстати, эту подсистему культуры, которая поддерживает целостность, составляет такие элементы, которые вы видите на экране, морали, религии, искусство, права, идеологии, это все, что помогает нам поддерживать целостность нашей системы. И основой для этих институтов является язык. Язык... Таким образом, позволю себе вас прервать, получается, культура это то пространство, которое создано и придумано человеком. То есть в культуру мы не включаем естественную природу, правильно? Там, где ступила нога человека, что-то видоизменяется. Это называется, я так поняла, по вашему мнению, культурой. То есть культура заставляет адаптироваться человека к тому пространству, в котором он пребывает. К тому пространству, в котором он пребывает. Таким образом, это видение было. Часть, которую нам представил Михаил Александрович, это видение. Есть вопросы вообще по культуре? Возможно, у кого-то есть мнение другое. Что такое культура? Как вы считаете? Можно ли так считать, что культура заставляет адаптироваться? Если бы не было культуры, то есть если бы не было акультуренного пространства, человек бы не приспосабливался. Или это такая философия, что лучше не заходить в это философское пространство? Так, ну ладно, пойдемте дальше. Таким образом, этап Б начинается. Так, как за отношение языка к культуре? Нет, я хотел все-таки вас немного поправить. У нас ринга как такового не будет. С чем-то я буду соглашаться, с чем-то не соглашаться. А вот такой жесткой дискуссии не будет. Потому что, скажем, с тем, что познаполен Михаил Александрович. Ну, здесь, по-моему, трудно возражать. Здесь действительно Михаил Александрович сейчас перечислил виды адаптации и, соответственно, виды культуры. Да, там, биологической, социальной, психологической и прочей адаптации. И, соответственно, культура реагирует. Там, материальная культура, духовная культура, и прочее, прочее. И вот здесь вот как раз последний слайд, да, Михаил Александрович видел язык как основа социорегулятивной системы культуры. То есть встает вопрос вообще, что такое все-таки язык, да. То есть он, видимо, занимает отношение не ко всем видам культуры, да, но как социорегулятивной системы культуры. И здесь я обращусь к традиционным взглядам. Когда мы говорим язык культуры, язык общества, язык мышления, язык сознания и так далее, мы сразу все-таки выходим за пределы того, что мы так сознательно ощущаем, как язык. И тогда сразу встает вопрос, ну, просто о функциональном назначении языка. Это для чего язык предназначен? Ну, для этого, для чего он предназначен? Сначала нужно решить вопрос о природе языка. А методологически вообще этот вопрос, на мой взгляд, вот здесь Михаил Александрович со мной будет дискутировать, на мой взгляд, лучше всех решил Фердинанд и Сосюр. Вот дело в том, что до Сосюра целая эпоха компротивизма, весь XIX век, исследовал тоже язык, как природный организм, язык, как социальное явление, язык, как психическое явление, там, штенталь и прочее, прочее, да? Ну, вот и Сосюр предупреждал, да? Если мы изучаем явление речевой деятельности одновременно с нескольких точек зрения, то, что называют речевой деятельностью, да? Объект лингвистики выступает перед нами как группа разнородных, влечений между собой несвяженных явлений. Выступая так, мы распахиваем веки целыми рядами науки, психологии, антропологии, нормативной грамотики, физкультологии и так далее. То есть узнаете ситуацию, да? Это, собственно говоря, то, что сейчас происходит. То есть то, что мы называем лингвокультурологией, эколингвистикой, психолингвистикой, социолингвистикой, палеолингвистикой, эколингвистикой, ну и так далее. Все эти лингвистики, это мы, пожалуйста, мы распахнули дверь. И насколько все это плодотворно для изучения языка как такового, ну здесь большой знак вопроса. Потому что, конечно, понятно, в жизни мы пользуемся языком, ну еще раз вот напоминаю, то есть с какой-то функцией, да? То есть, ну функция, так если обобщите, действительно, функция, связанная с адаптацией. Ну сейчас в основном с социальной адаптацией, я об этом тоже буду говорить, по так называемых симуляторах и прочее. И вот здесь уже дальше вот эти методологические задачи, поставленные Сосером, продолжил Ролан Барт, ну и все, что называется постструктурализмом и семиотикой. То есть вот здесь, вернусь дальше, нет? Ага, вот семиотическая методология. Вот как раз Ролан Барт говорил, любые культурные феномены от обыденного мышления по искусству и философии неизбежно закиплены в знаках и представляют собой знаковые механизмы, которые необходимо рационально объяснить. И вот как раз структурализм выступает как деятельность, целью которой является воссоздание объекта таким образом, что в подобной реконструкции обнаруживается правило функционирования этого объекта. То есть структурализм понимается не как... Вот сейчас структурализм понимается не как описание объекта. То есть, собственно говоря, вот что в дипломных работах наши студенты делают, и когда Полина Пургульна задает вопрос, ну и что? То есть описывают по косточкам, разлагают, те или иные языковые явления в каком-то тексте. И все. Вот как раз Барт здесь пишет, что здесь является именно воссоздание реконструкции одежды, моделей. Модель, вот его... Да, здесь есть картификатор. Это интеллект, приписованный к предмету. И такой добавок имеет антропологическую значимость. В том смысле, что он оказывается самим человеком, его историей, его свободой, и даже тем сопротивлением, которое природа оказывает его развитию. То есть, в принципе, здесь Барт выходит и за пределы. То есть он смотрит на природу языка тоже как средство адаптации. И с природой, и с обществом, и с самим собой. И в данном случае, вот, Роан Барт имеет в виду, что... Как раз созидающую деятельность моделей. Вот этот постструктуралистский подход предполагает, что между двумя фазами структуралистской деятельности, сначала членением, а потом обратно синтезом, возникает, рождается нечто новое. И это новое служит новым способом познания действительности, преобразующим эту действительность. Михаил Александрович говорил, по-моему, или будет говорить, о человеческой деятельности по отношению к окружающей среде как преобразующей. Вот один из способов, да, о котором говорит Роан Барт. Ну вот, и приводится пример, например, когда Трубецкой, ну, гусистам хорошо знакомы, основой филологии, когда воссоздает фонетический объект в форме, системе вариаций. И это уже та модель, с помощью которой мы можем дальше, да, описывать другие языки, воссоздавать. Или когда Владимир Проп конструирует вариант волшебной сказки путем структурирования всех славянских сказок, ну, по-моему, всех сказок там мира, предварительно и расчлененных. То есть здесь опять-таки вот это рождается новый способ. Ну, то есть таким образом, язык в отношении культуры есть как раз очень хорошая модель, способ, да, познания действительности. И вот здесь дальше слово, Михаил Александрович. Так, давайте подытожим, да. У нас все-таки ринг. Значит, вначале была мысль какая-то, что культура все-таки заставляет адаптироваться, да. И, возможно, Александру Петровичу не понравилась мысль такая вот, ну, обобщенное явление, культура, каким-то образом адаптирует. Там не было слова язык. Кстати, с одной стороны мы же можем говорить, что язык и есть культура, правильно? Если уж мы на философском языке разговариваем. И мне кажется, Александр Петрович постарался сейчас все-таки конкретизировать, сузить и сказать, что не вообще культура адаптирует человека, а нечто, что моделируется, да, то есть структурируется. То есть язык, я так предполагаю, что вы имеете в виду под языком не только вербальную форму, правильно? То есть семиотически мы говорим, что язык это, вот мы говорим, мы чувствуем, что сигнал мне дает жизнь. Мы же подразумеваем не вербалику, а нечто другое, да, какие-то другие символы, сигналы и так далее. Поэтому ваше мнение, хотя немножко структурирует вот наши идеи, да, но это очень постструктурное, семиотическое понимание языка. То есть я все время хочу все-таки, чтобы вы вступали в ринг между собой. Ну, мы постойки, на определенный степень. Я хочу одно слово. Вот тут, господин хороший, я с вами не согласен. Вот тут у меня был вот такой, вот такого давайте требовать, уважаемая аудитория. Ну, может, аудитория присоединится. Аудитория. Мы должны тоже представлять такую активно познающую часть населения, правильно? Скажите, пожалуйста, а ли такое явление, как субстрат, имеет отношение, вот именно, вернее, является адаптацией языковой? Да. То есть фактически мы говорим о том, что в конкретном социальном пространстве существует несколько вариантов коммуникации. Несколько вариантов языка. Субстрат одна из них. И в зависимости, кстати, о чем, если было у нас времени, будем сегодня об этом говорить, у меня есть пример того, как, скажем, наддиалектная форма общения, древнеанглийская коэне, стала основой среднеанглийского языка. А обратно, то есть, понятно, да? Я согласна. А вот понятие, то есть, не субстрат, когда язык остается неизменным в окружении, то есть он не адаптируется. Допустим, венгерский язык, да? Он не адаптируется. Вот это что? Ну, здесь только можно уйти в область гипотез. Согласно, то есть, если мы говорим о том, что язык это деятельность, язык это обычай, познание мира, обычай, традиция коммуникации, то здесь нам очень полезна будет теория Льва Николаевича Гумилева, которая говорит о том, что на ранних этапах этногенеза обычаи проходят в становлении. На последующих этапах этногенеза обычаи кристаллизируются, в том числе язык, и не меняются. То есть, венгерский язык, можно продолжить список, языки бушменов, они остаются неизменными, как привыкли люди, так и говорят. Что такое неизменные? То есть, форма, интонация, лексика? Нет, лексика как раз является открытой системой. А что является неизменным? Неизменным, но грамматическая структура... Я не понимаю, что такое язык... Я бы сказал, фонетический состав грамматической системы, если уж не будет деградации системы. То есть, перечень грамматических моделей, постоянный, так и еще что? Фонетический состав. А если, скажем, племя бушменов состоит из 117, скажем, племен, неужели одно племя, скажем, подплемя говорит на такой же информации? Я не бралась бы так уж радикализировать. Ну, вопрос такой, что... Что такое... То есть, мы немного забегаем вперед, честно говоря. Хорошо, ладно. Давайте тогда вперед идем. Хорошо, язык... Кто у вас дальше начинает второй подраздел? Итак... Давайте поговорим о системе языка. Система языка является таким общим местом в лингвистике, но проблема в том, что определение системы достаточно раскручатое, это возьмем ее, скажем, даже в философском словаре, что система – это совокупность взаимосвязанных элементов. Все. Не отвечается на вопрос, как эти элементы стали взаимосвязанными, почему они взаимосвязаны. То есть, и это определение настолько раскручато, что можно его определить к чему угодно. То есть, к столу, к табуретке, не знаю, к дереву. Все можно... Везде можно увидеть совокупные взаимосвязанных элементы. В отношении языка, мне кажется, подходящим теория функциональных систем Петра Кузьмича Анокина. Его определение вы видите на экране. То есть, он говорит, что система – это комплекс избирательно увлеченных компонентов, взаимодействие которых направлено на реализацию определенной цели. Какая может быть цель языка? Давайте скажем, что что-то, нечто более широкое, чем коммуникация. Назовем это обеспечение единого пространства когнитивного взаимодействия, при котором имеет место адаптация к природе, другим сообществам и поддержание целостности общества, о которых мы говорили раньше. В языке нет случайных элементов. Все единицы языка востребованы. И в первую очередь мы говорим о значимых единицах языка, номеративных единицах грамматических маркеров. Потому что избирательность элементов языка осуществляется согласно системообразующему признаку, под которым мы понимаем смысл. Мы здесь следуем Вадима Михайловича Солнцева, который подчеркивает, что смысл является тем, что составляет система языка. И, то есть, видим, да, что он называет язык, это множество деленных смыслом единиц, систему выражения смыслов. И можно сказать, что для функционирования общества как единого целого необходимо актуализация определенного количества смыслов, определенного количества значений. И можно сказать, что количество элементов системы определяется необходимостью получения вот этого заявленного полезного приспособительного результата, то есть обеспечения единого пространства коммуникации или единого кримитивного пространства. очень ярко это проявляется на культурной разработанности лексического состава. Дэл Хаймс ссылается, надо так сказать, что словарная разработанность давно уже является показателем интересов в свойствах различным культурам. И мы считаем, что здесь корректнее говорить не о интересах, а о потребностях, что в языке есть те единицы, которые востребованы культурной практикой. В своей книге «Понимание культур через посредство сключевых слов» Анна Лешбинска приводит примеры из австралийских языков, в которых заметным образом выделяется описание культуры значимых объектов. То есть там есть отдельные лексевы для различных видов шума, для различных видов песка, хотя, например, в русском языке или в английском достаточно одной лексевы, сайм, песок. Есть различные наименования для отдельных частей тех животных, которые там добываются, употребляются в пищу. И таким образом в этой работе достаточно убедительно показывается, что количество лексических единиц обусловлено культурной практикой. Можно пойти дальше. Давайте обратимся к семантике. То есть там же Визбитского утверждает, что значения слов разных языков не совпадают, потому что они отражают и передают образ мысли и образ мышления, характерный для некоторого данного общества. И они являются ключами понимания культуры. Здесь, можно сказать, ссылка на Сапира. И причину уникальности в свое время раскрыл Александр Александрович Лосев, это вторая цитата. Он говорит о том, что язык, он не отражает объективную реальность, как она есть. Имеет место так называемое коммуникативное использование действительности. И таким образом в значение слова входит то, что потребно для общения. И в качестве примеров можно предложить, опять же, в книге Визбитской распадлены различные слова, которые, как она утверждает, отражают мировоззрение, характерное для этой культуры, господствующее в ней, и в какой-то степени увековечивает. Могу привести примеры для каждого слова. Хорошо. Значит, Михаил Александрович, Ваша основная мысль какая? Что культуру, Вы ту же гипотезу нам уже иллюстрируете на конкретных примерах. То есть, допустим, в Африке солнце больше имеет негативных оттенок, потому что беспощадно печет, да? В Англии, наверное, солнце более долгожданное, более ожидаемое, поэтому больше, позитивных коннотаций. То есть, другими словами, все-таки культура навязывает вот тот формирование того лексического фонда, и можно в лексическом фонде увидеть абсолютный, скажем, диктат культуры, да? Так, есть возражения? Не слишком ли примитивно мы рассуждаем, господа хорошие? То есть, культура, какова культура вот таков лексический фонд? То есть, допустим, эвенки больше снегом любуются, потому много изобрели верлухов для снега, для проявления снежных бурь, там, снежного поведения и так далее. Вообще, лично я не очень люблю вообще вот эту культурную обусловленность диктовать, то есть, иллюстрировать вот такими примерами. Вот кто-то в аудитории может возразить? Ну, природные условия, что-то. Так, природные условия. Это природные условия начинается, определяют специфику культуры, и, я так понимаю, идет рассуждение, а специфика культуры отражается в языке. Ну, вот если примитивно, то, очевидно, вот такая линия рассуждения выстраивается. Так, хорошо. Это как бы одна после, да? Но человек ведь тем и богат, что он не только реагирует на среду, правильно? Внешнюю. Я реагирую также и на свою внутреннюю среду. То есть, внешняя среда – это только маленький показатель, я считаю, диктата, скажем, нашего речевого поведения. У вас есть что сказать? Я волей-неволей стала прокурором. Я хочу оживить наш формат в сеть, пожалуйста. Не, ну как раз у меня, Михаил Александрович, получается, вот когда он начал с системы, это неизбежно привело его к тезису, что язык – это отражение культуры. И вот Ишбитская, она, кстати, в методологии структурализма используется. То есть, описание вот этих концептов, которые отражают, ну там слово «отражают», если не представлять, отражающие. А я как раз здесь, в пику и, получается, в самой себе хочу обратиться в Губль, который говорит, что язык – есть деятельность. Он не отражает, он сам творит культуру и все, что угодно. То есть, язык выступает как активный субъект. Более активный, чем культурный? Да, да, да. Более активный. И, ну вот, я вот такое сформулировал определение, но, конечно, это тоже вот как раз при дискуссии. Язык – есть вид культурообразующей деятельности, призванный выполнять жизненно необходимые функции. То есть, сам язык, да? То есть, это вот, ну, может быть, там, Скрафченко перепликается или с кем-нибудь еще. То есть, это, опять-таки, расходит Гомбольд за его критикуемое постоянное определение – язык есть дух народа, а дух народа есть язык. И когда язык действительно выполняет вот эти функции, я вот такое хотел пример привести. Вот, можно дальше? Здесь, конечно, схематический будет. Вот, вот, со словом «живот» и «производный» от него «животное». А где, ну вот я немножко вперед заканчиваю, «животное» как раз есть не отражение, да, вот такого культурного опыта и прочее-прочее, а именно как орудие культуры жизнедеятельности славянского человека беременного. То есть, ну вот, семантическое развитие такое – «живот» жизнь, потом «живот» имущество. И потом от «живот» имущество, значит, производное слово «животное» со значением имущества, а потом от слова «животное» со значением имущества рождается «животное» в значении «домашнее животное». Вот как раз то, что здесь словом показывается первоначальная выделенность из этого мира фауны домашних, перерученных животных, которые имеют, согласно внутренней форме, жизненно необходимые свойства. То есть человек без скота, который является формой одежды, ему обойтись невозможно. Вот это, по-моему, пример того, как язык... И вот как раз в историческом развитии, как раз реконструкция, скажем, всех индоевропейской, Урал-Алтайской и прочих прапрокультур показывает, как язык действительно в действии, язык как деятельность, создает вот эту культуру. То есть если есть, скажем, материальная культура, там, одежда, утро и прочее, есть духовная культура, да, и религии, там, искусство и прочее, и есть язык как культура, язык как органическая культура. То есть домашнее животное, естественно, не из-за того появилось, что мы изобрели слово, да, животное, оно, наверное, все-таки появилось само по себе, потому что оно было востребовано, да? Ну, да. А язык в данном случае наделяет вот той функцией тем предназначением, то есть тем отношением, да? Извините, как раз у нас выпал, по-моему, этот фрагмент, Михаил Александрович предлагал теорию лингвистической относительности Бенжемена Уорфа. То есть получается, да, что язык здесь оказывает влияние на мышление. То есть человек начинает о животное думать только вот в таком функциональном аспекте. Мое и мущество. Это мое и не мое. Это вот для моей жизни необходимо. То есть это является животным или просто зверь. Да. Вот такое мое мнение. Так, хорошо, господа. Да, вы, наверное, слышали о теории относительности. Так, вы еще два слова. Я вот хотел спросить, что у вас был слайд, где здесь написано было про идеальное орудие. Вот язык относится к идеальному орудию? Хороший вопрос. Не сложно, потому что сложно здесь дать однозначный ответ. Вообще, мы с вами находимся в плену, здесь последую Руди Келлеру, который вслед, в свою очередь, за Фридрихом фон Хайкен, говорит, что мы находимся в плену бинарного мировоззрения. У нас все делится либо на материальное, либо на идеальное. Третьего не дано. И в итоге, то есть, когда имеют место объекты, которые относятся и сюда, и сюда, мы не знаем, как их назвать. То есть, это как материальное, идеальное, что это, знаковое. Поэтому, вот, например, язык как деятельность, это материальное или идеальное? То есть, материальное, потому что мы можем его воспринимать. Человек, который ведет к речевую деятельность, мы можем ее воспринимать, она доступна для восприятия. Но в то же время, как бы, то, как поступать, ведь у него в голове, идеальное. Поэтому здесь кратко ответить, по-моему, достаточно сложно. Вы имели в виду антоним слова материальные или все-таки самое блестящее слово? Какое значение вы отреки с вами? Я думаю, что если язык как орудий, то оно как раз и является, ну... Деятельностное орудие. Деятельностное. Деятельностное, совершенное орудие, да? И тем самым получается, наоборот, что язык не влияет на мышление. Потому что это как бы орудие мышления. Вот интересная постановка. Вы сами находите в плену у языка. Потому что значение слова орудие, это сразу материальное, да? Чем можно там узнать. Разгреть свой инструмент. Можно, пожалуйста, мне... Очень лучшая позиция, мне нравится. Можно, пожалуйста, отвечу. В принципе, об идеальных орудиях говорил Алексей Ильич Леонтьев. Он назвал знаки идеальными орудиями. Здесь что можно еще сказать? Например, вы сказали, что орудие как может влиять на мою деятельность. Вот смотря какая деятельность. Возьмем, скажем, к примеру, различные виды топоров. Возьмем большой плотницкий топор. Возьмем томогавк. Возьмем, не знаю, там, боевой топор викингов. То есть, что-то легко... То есть, орудия отражают ту деятельность, для которой она создана. Язык, как система средств, она предполагает, что мы можем не действовать определенным образом. То есть, это мне вспоминается пример, который Александр Михайлович Капуленко приводил в одной из своих лекций. Он ссылался на одно исследование Панфилова. Говорю, что, например, язык нивков с его... Очень идеально подходит для передачи пространственных отношений. Потому что там богатоподдержанная система, там множество послелогов, которые позволяют очень кратко сказать, где находится тушь убитого оленя. Тогда тот же самый текст, ту же самую информацию на русском передаче потребуется больше знаков. На английском еще больше. Таким образом, язык конкретный, этнический язык подходит для определенного региона. Потому что он развивается. Регион культурирован. Да. Поэтому, направляет ли язык в ваше восприятие? Да. Но может ли вы преодолеть это влияние? Тоже да. Таким вопросом... Скажите, а вопрос-то был об идеальности? Идеальности или идеальности? Идеальности лица? А я ответил, деятельностное. То есть, это материально-идеально. Иначе просто эти термины являются недостаточными, чтобы писать сущность языка. Некорректная постановка вопроса, да, возможно. Так, еще, пожалуйста. Александр Иванович, у вас есть... В том смысле, как телекинез, как вот, оно позволяет мутилизовать или что-то там не действует. Так, а когда мы говорим язык, мы все-таки, я прошу уточнить вас, дорогие мастера, язык вы подразумеваете как вербальный код, правильно? Сейчас мы говорим, сейчас мы говорим, сейчас мы говорим о вербальном коде. А околовербальная, скажем, кодовая система помогает, что-то, где-нибудь, и мы обращаемся, сделать это средство идеальным средством. То есть, вербалика, видите, смотрите, как стоит Михаил Александрович, да? Это же тоже о многом говорит. То есть, мы говорим про садические вещи и паралингвистические вещи. А может быть, просто тут действует правило исключения, то есть, когда мы подразумеваем одно, мы автоматически исключаем другое. Если мы говорим идеально, значит, это нематериально. Об этом же речь, да. То есть, получается, а может, тут есть дуализм своего рода, то есть, когда в одном содержится другое, или противоположность того же самого, то есть, может же это быть так? Тут я согласна с Михаилом Александровичем, что нельзя все сводить к дихотомии, да? То есть, есть у нас градуальные, скажем, явления. Я хотел вас же допомнить, просто рекомендовать аудитории работу Гришиной, я, к сожалению, не помню, по жестам, русским жестам. Вот как раз она в этой работе рассматривает, ну, в основном только вертикальные жесты, работает в русском, в журнале «Русский язык в научном освещении», 2014 год, первый номер. Вот эти вертикальные жесты, где, вот, пожалуйста, материальные, да, и она показывает связь с языком. То есть, как знак, как семиотическое явление, какое оно значение имеет, и какое выражение языковое ему соответствует. То есть, вот, это тоже идеально-материальное, да, нечто, потому что все эти жесты, да, вот, она в основном вертикально рассматривает, там, какие идеи заложены, вот, в самой вот этой вертикальности жестов. Ну, там, дальше движение снизу, вверх, сверху вниз, это уже, вот, там, разновидно. Так, уважаемая аудитория, мы, значит, мы все время сопоставляем две позиции, да, такой постструктуралистской позиции, постулируемой сегодня Александром Петровичем, и культурно-ориентированной парадигмой в теме «Язык как средство адаптации», постулируемой Михаилом Александровичем. Пожалуйста, идем дальше, или есть вопросы? Так, идем дальше. Так, ну, давайте тогда поговорим, продолжим, кстати. Наше рассуждение о сущности языка, тут очень удачно, цитата подходит. Алексей Алексеевич Геотик говорит, что вообще речевой деятельности нет, в соответствии нет и языка, как объекта. Потому что объект, язык, по определению Сосюра, это социальная часть речевой деятельности, а если ее нет, то нет и языка. Если мы встали на эту позицию, то фактически мы можем вернуться к изучению риторики и грамматики, то есть изучиться только как прикладное изучение языка. Если мы обратимся к позиции структурализма, все-таки язык как объект существует, то все равно, сам же Кардинальд Сосюр говорил, что материальная единица существует лишь в силу наличия смысла, в силу функции, которая наоплечена. Все, что есть в языке, есть по причине какой-то потребности. И давайте вернемся, скажем, к позиции, которая кажется мне посредине этих, так сказать, срединный путь между отрицанием языка и, скажем, отнесением языка как автономной системы. Это системный подход, о котором мы уже говорили. И здесь мне нравится то, как Артем Равильевич Галиев, если не ошибаюсь, он кибернетик, сформулировал принцип функционирования системы, принцип изменения системы. Об изменениях мы уже тоже затрагивали вопрос. Так вот, он утверждает, что меняется всегда сама система. Изменение элементов – это следствие изменения системы. И внешние факторы воздействуют на саму систему. И система адаптируется под давлением этих факторов. И тут мы возвращаемся к Гумбольду. У него есть замечательная цитата, где он, мне кажется, очень точно выразил сущность речевой деятельности. Я думаю, что язык направлен на то, чтобы сделать артикулируемый звук, пригодным для выражения мысли. Таким образом, к вопросу лингвистической относительности. Если наш язык не дает нам что-то выразить, не хватает слов, словарей, тогда мы начинаем описывать, мы начинаем думать о новых средствах. То есть мы пытаемся выразить нашу мысль. Но в большинстве случаев, поскольку язык создан для конкретной культурной практики, то средств хватает. И пример, взятый из статьи Александра Петровича, это относительно, то есть, ну, как бы, понимание, почему в Восточной Сибири, когда было оконье в XVIII веке, теперь на сегодняшний день распространено оконье. То есть это вот как раз главные изменения, и они имеют, если я не ошибаюсь, объяснение как раз системное. То есть... Давайте подытожим все-таки. Какова идейный подоплека вот того, что Вы сейчас рассказали, иллюстрировав четырмя слайдами? У меня больше слайдов есть. Нет, мы... Давайте... Мы же должны организовывать восприятие аудитории. О чем речь шла? Просто выключение закончил своим. Хорошо. Спасибо. Такой. В XVIII веке Московская оконья – типичная черта для горожан, для городов. В Восточной Сибири, поскольку в XVII веке в основном заселяли выходцы из северных хороунов, была норма оконья. Хотя уже в этом времени как-то вам говорил, Ломонос говорил, что московское наречие, то есть аконья, оно более красивое, более эстетически приемлемое. И в это отношение Рудикеллер приводит динамические и статические правила. И смысл их сходится к тому, что это динамические правила, это статические правила. Смысл сходится к тому, что наша манера говорения зависит от нашей стратегии. Стратегия языка по Рудикеллеру – это быть социально успешным. Представляем ситуацию, что мы живем либо в Иркутске, либо в Верхнеудинске, и мы окаем, потому что все окают. Но аконья является столичной манерой говорения. Поэтому можем предположить, что для того, чтобы сделать карьеру, кто-то мог начать подражать людьми столицы. И тогда действует динамическое правило. Говорить так, чтобы тебе признавали не относящимся к большинству населения, а чтобы относящимся к людям с метрополии. Либо знаем, что в 19 веке начинает массовое заселение Сибири. Если население Сибири в начале 18 века было 313 тысяч, то к концу 19 века уже было 5 миллионов. И в основном это были люди с центральной областей России. И здесь тогда уже могло действовать правило «говори, как говорят другие». Если большинство акуют, то и стало быть и люди начинают менять свое произношение в силу конформизма и тоже менять свою манеру артикуляции. Таким образом, конкретные языковые изменения могут иметь объяснение социо-культурным фактором. Хорошо. Московское аканье, Вологодское оканье, мы говорим каким образом соотносится с культурой? Потому что это Москва, это Волгога, да? Потому что здесь оканье местное, а вот с Петрополью кто приезжали, они акали. И потом новые поселения они тоже акали. На чего они акали? Это привычки. Это манероговорение. Они на привычки говорили. То есть это простая привычка, но мы же должны заглянуть за привычки вообще. Они не могли по-другому. Поднимите руки, кто, приходя в ресторан, не оставляет ложечку в стакане, а высовывает ее в таблиточках. Хотя дома она на стакане остается. Потому что это этикет. Вот. Это этикет. То есть речевой этикет и такой этикет как это у нас называется социальная условность. Я вот хочу просто на собственном примере. Я 20 лет прожила в городе Герой Иркутск и когда приехала в Ламудэ я поняла одну простую вещь, что здесь нужно акать, потому что в Иркутске укают. Я говорила, говорила, ходила на бузар, а когда приехала в Ламудэ я ходила на базар и начала голосовать. и уже адаптировалась, поэтому я даже не... А когда приезжаю в Иркутск я говорю, да, пока нет. То есть есть в английском языке слово mainstream, да? То есть это основная линия речевого поведения и ведая, не ведая того, адаптируется и хочет быть одним из своих. То есть это категория если свой-чужой, если опять дихотомическим мыслям, да? Здесь просто не звучит ключевое слово, я просто хочу сказать, это понятие социальной престижности того или нового города, который является движущей силой становления нормы, ну и так далее. то есть вот как раз в Москве было акань и окань и там какая ситуация была, шахнута как бы там писал, низы акали, а верхи окали, но постепенно картина изменяется, потому что там вот как раз здесь все в пользу Михаила Александровича, потому что в истории происходит что? Северно-руйский бояре Петром смещается, туда приходят с низов люди, которые акают, и акань постепенно становится социальным престижем, именно к первой половине 18 века, то есть это результат Петровских реформ, если хотите, вот, а дальше здесь та же самая картина повторяется здесь, то есть здесь окают, потому что большинство населения окают, здесь еще нет того контингента, который бы диктовал вот этот социальный престиж, ну что там это генерал-губернатор, там пара священников и так далее, вот только потом, во второй половине 18 века и даже, наверное, в первой половине 19 века верхевудец начинает акать. 18 век коконь. Это я в своей работе доказал, это и так далее. Наверное, все-таки надо здесь ремарку допустить, что говорящий понимать начинает не с детского возраста. Ребенок в семье растет, родители акают, он акает, но он не понимает, что я социально престижный язык использую, правильно? Поэтому, когда человек начинает сознательно оценивать свое речевое поведение, тогда, наверное, он вступает в возраст, когда понимает престижность и непрестижность. Нет, вспомните, допустим, такие случаи, когда человек, говорящий на просторечии, вот чтобы подражать нормам, он же старается вот эти нормы говорить, он говорит неправильно, это, так сказать, гиперкорректное произношение. То есть, он начинает говорить музей, пионер, то есть, он считает, что вот так красиво, соответствует нормам. Вот это тоже явление социального престижа, и действительно, вот так, человек же в обществе растет, он постепенно вот эти нормы начинает воспринимать. Ну вот, Ирина Юрьевна очень хороший пример привела, и вот, помните, Михаил Александрович, я вам рассказывал пример с бабушкой тебе-то беги. Давайте пример приведем, вот, все-таки мы живем в республике Бурятия, да? Вот какой диалект является в бурятском языке социально престижным? тогда. Если это хоринский диалект, почему время от времени вот на разных уровнях поднимается вопрос, давайте вернемся все-таки к маргузинскому диалекту, давайте вернемся к еще какому диалекту? кижингинскому диалекту, кижингинскому, хоринскому, это, я так понимаю, это один день. Джидинский диалект, джидинский диалект, это все-таки ближе к монгольскому самому ядерному языку, и вот получается, не вступаем ли мы в противоречие с этой теорией, когда говорим социально престижным? А тут вообще вопрос престижным, что принято считать престижным? Допустим, у нас же те же диалекты, каждый считает, допустим, свой диалект более престижным, чем другим. Соответственно, они говорят на своем, потому что самоидентифицируют себя, во-первых, и тем самым не хотят растворяться. Говорит ли, вот то, что вы говорите о высоком племенном сознании? Ну да. То есть, есть еще одна теория. Согласно этой теории, человек, чтобы проявлять себя как представители очень цивилизованного мышления, он должен всегда подавлять свое племенное сознание. Если постулировали, если написали, если положение вышло, согласно которому литературной все-таки нормой является тот или иной диалект. А мы, барбузинцы, либо джидинцы, все время бунтуем и хотим показать, что вот мое племенное, допустим, речевое поведение более престижное. Пожалуйста. Барбузинский, я не считаю, что... наш диалект литературный. Мне кажется, что Хоринский больше... Да, то есть, вы подверглись диктату. Так ведь? То есть, вы приняли, приняли, что... ту идею, что должен быть один диалект все-таки престижный, социально престижный. Я не считаю, вы сожженны. А вот пример, пожалуйста, устойчивости. Простите, у меня голос. Мы говорим сейчас о ситуации, когда аканье приходит на смену оконью. Ситуации, когда люди понимают престижность акающего говора. Давайте обратимся к вологодским тем же самым говорам. Там, несмотря на престижность московского акающего говора, как околи, так и окают. То есть здесь поэтому не только социокультурный фактор престижности важен, естественно, количественная составляющая, когда все кругом окают. И во-вторых, значит, такое влияние системы языка на его устойчивость получается. То есть система не стремится распадаться, она остается и благодаря некоему заряду стабилизирующему, что ли, статичному. То есть система статична. Потому что мы должны еще разграничивать сознательное, контролирующее себя речевое поведение и несознательное. Когда не сильно мы контролируем свое речевое поведение, мы дома говорим, как хотим. То есть баргузинцы говорят на баргузинском диалекте, вологодские граждане, особенные выходцы из сельской местности, они страшно опыли. И вот это физиологическое, скажем, уровень уже неосознанного говорения, которое саморегулирует систему и оставляет систему очень стабильной. То есть когда мы сознательно контролируем, мы не всегда публичную речь ведем, правильно, как сейчас, вот тогда мы и контролируем свою речь. Это другой уровень. Сознательный контроль не всегда может помочь. Вспомним Михаила Сергеевича Горбачева, который гэкл, и в его речи были заметны местные черты. Но все чиновники тоже стали говорить. Краснодарские церкви. Да, это, кстати, а вот тут вот к влиянию престижности, когда все чиновники говорят так, как Горбачев, или когда все чиновники начинают говорить, как Ельцин, или сейчас, как Владимир Владимирович Путин. Обратите внимание. Ну вот в Голоде тоже пример такой, почему окует, потому что там действительно все окуют. Социальный престиж, он исходит откуда? От представителей с высшим образованием, занимающих какие-то высшие социальные ступени. Естественно, да, все ориентируются на них. А они окуют, потому что все так говорят. То есть здесь возможно, как Полин по-бойму говорит, переключение кода. То есть в семье, в быту, в таких ситуациях он окует. Ну а в выступлении там, допустим, селектором он начинает окать. Это как раз тоже черта тиклосийный характер тех, кто... Работает статически правильный А если запретить окать всем? В истории, кстати, бывали такие случаи, когда пытались управлять языком. Ну, это всегда неудачно заканчивается эти опыты. Ну что, дальше идем, да? Я вижу очень хороший ряд у вас. Да, ну, здесь я хотел сказать не пилку, у меня санчо, а дополнение, то есть это очередная ремарка, что культура равна как язык, имеет еще такое свойство накапливать предсовершенствующий опыт, общественно-исторический и прочее, и передавать из поколения в поколение. И вот в данном случае как это делается? Это делается посредством так называемых эволюционных семиотических рядов, как в культуре, так и в языке. эволюционный семиотический ряд это когда форма какого-то предмета с одной функцией переходит на другой предмет, но уже с другой функцией. Вот эти птенки нарисованы, значит, справа это предметы, которые с помощью лошади передвигались, да, и вот произошел семиотический переход, да, то есть взята та же форма, но уже с другой функцией автомобиль. То есть слева там автомобили, но правда я не понял это второе суть, что я имею в виду. А и вы снизу вверх или как? Нет, это слева направо, да, слева направо, да. Но автомобили разные. Слева карет, да. Вот разные вот эти формы карет обобщенного. Вот они пришли. В языке то же самое. Ну, кстати, тут же в языке это отражается. То есть карп по-английски это повозка, телега, карета, да, и переходит карп автомобил. То же самое в немецком там ваген это повозка, телега и стал вагоном. тоже там замысл. Тачка разговорная. И такие эволюционные семейтические ряды мы можем проследить практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Социальный, бытовой, военный и прочее, прочее. Я вот по этому поводу специальную статью написал. вот там например у меня с бурундуком такой пример. То есть а бурундук это к животному кстати это не имеет никакое отношение. Это аммоним. Слово аммоним. Я как раз взял его чтобы ну так сказать люди не путали. Бурундук это животное а бурундук это повод прикрепляемый к пройдетому в нос вербленному стерженьку. То есть вот функция чтобы вести за собой верблюда и а потом он вдруг само устройство семиотический переход сделал то есть на транспорт и устройство на подключить который написать канадные тяги судья и соответственно вслед за ним слово тоже перешло вот но то же самое вот еще такой один пример приведу с книгой он тоже любопытный пример книга первоначально это сшитые несколько тетради рукописных вот потом в канцелярском делопроизводстве 17-18 веков книгами стали тоже называть вот функция уже немножко другая то есть туда записывали приходы расходы то есть это тоже шитые а то книгой стали называть вообще то что на печатаном станке делается то есть разные предметы но немножко с разными функциями ну и слово здесь одно и тоже переход эти два примера все-таки иллюстрирует ваш скажем ключевой подход структурные мотивации эволюции знака структурные вот как Михаил Александрович он тоже говорил что понятие системы можем обнаружить везде ну и в принципе оно из-за этого как бы не работает то есть вот здесь анохи произвещало что избирательные элементы образуют систему ну это так но в принципе все равно в системе всегда должно быть что-то общее и различное в принципе да это избирается ну вот оно по этим и работает это опять-таки мозг человека а бурундука почему бурундуку назвали ну там какая-то другая там не связаны с этим это так называемые слова амонимы они случайные звуковой сходство имеют там семантика одна и та же что-то надо пропустить через что-то правильно да да то есть вот это мотивация извините Александр Петрович а если мы все-таки обратим взоры и посмотрим на знаки которые произвольно появились на свет вот захотелось вот такое звукосочетание и появилось такое звукосочетание не все же в этом мире так происходит что знаки обусловлены мотивированно да случайное скажем сцепление графемки случайное сцепление звуков и родилось слово да а вы не листь ну а что пример вот возьмем допустим тейбл английское слово вы покажите что тейбл именно из-за того что нужно было мотивировать таблет но таблет боюсь что это все-таки производная оттеки мы сейчас говорим о том что все в этой жизни мотивировано да то есть я хочу сказать не все в этом мире мотивировано нет просто потерял в этой мотивированности потому что много-много произносят хорошо признаю то есть мы не можем две тысячи лет назад забежать и посмотреть кто из-за чего и так далее да ну я считаю что это риторика нет поимпопоим во-первых здесь вот то что вы предлагаете проследите для этого существует целая наука под названием этимология вот аэр первоначально аэр не звучал как аэр там было а-гер ос то есть то есть он шипел как аэр и потом он назвали да ну не знаю я там нет то есть это вполне вероятно тоже слово производное какого-то другого то есть вот как Александр Афанасьевич Котубня прослеживал он говорит что в каждом слове обязательно есть внутренняя форма то есть мотивировка другое дело что там а? красивая сказка вы считаете что сказка потому что это не доказано ну то есть можно дойти да конечно вот так вот спускаясь можно дойти до какого-то звукового комплекса который мы затрудимся вообще мотивировать но тогда вот действительно будет все равно это какое-то звукоподражательное слово или как Екатерина Александровна говорит это иконический знак то есть подражание там ну там приводным явлением ну вот и все то есть мотивация все равно но в основе все а в слоговых это язык вот киряльские слова у допустим или у скажем вы видите у то есть выпейте нет это синхрон это понимаете любое слово вот Николай Александрович по-моему об этом будет еще рассказывать хорошо как раз это изменение было то есть изменения которые идут по одному пути то есть со словом разговорном узусе происходит редукция неизбежная это закон экономии и соответственно там не знаю любое слово которое мы сейчас произносим в прошлом оно было вот немножко побольше то есть вот это у бурятская я не знаю там наверняка был этимологические слова бурятского языка есть но вот учили жать губ вот как-то так получилось что вы меня почему-то сделали оппонентом а вы вдруг стали на одну сторону баррикады а мы же должны риндить работали на эту лекцию вот семиургия это область знания в которых изучается вообще способ творения или сотворения слов да вот есть такой Михаил Эпштейн который сейчас в Америке работает вот он говорит создавайте слова создавайте слова вот есть монголии ученые которые из воздуха создают слова потому что жизнь дает потребность и вот появляются слова которые обозначают помидор там и так далее и так далее некоторые мотивированы некоторые не мотивированы вот вам доказательство что не все не везде нужно искать мотив то есть мотив имеется ввиду восходящий к внутренней форме да вот давайте тогда пойдем дальше мы пока что запятую ставим так дальше так пожалуйста у нас секунды тикают секунды у нас тикают замечательно ну ладно я там просто пойду дальше хотя у меня было какое-то несогласие по поводу брундука но я уже забыл что-то в чем оно было когда вот говорили про другие вещи давайте поговорим о том что как язык может меняться в зависимости от социокультурной ситуации на примере где у меня английского языка древнеанглийский претерпел коренные изменения самое больше чем за три века перешел от синтетического строя к аналитическому и вот тут видите три перевода одной и той же фразы это и стих из Евангелия от Луки вот на древнеанглийском на среднеанглийском это где-то из перевода Библии Джона Уиклифа и современная если вы владеете английским то вы увидите что вторая и третья фраза они почти достаточно сильно похожи не почти идентичные но похожи то есть можно прочитать вторую фразу хотя эти три фразы друг от друга отделяют около шести лифов каждый но как видите между первой и второй промежуток очень большой очень большие изменения какие именно негативные изменения видите на экране то есть это глобальное упрощение грамматической системы языка то есть упрощение многих категорий распад то есть например прилагательное потеряло все категории кроме кроме степени степени сравнения позитивные изменения я взял в кавычки потому что например появление придаточных изменений это собственно результат распада склонения личного местоимения то есть общая тенденция в том что произошло упрощение унификации всех частей речи и переход к синтаксическому способу передачи грамматического значения от морфологического почему такое могло произойти или даже если мы попытаемся проиллюстрировать как эти изменения могли прозвучать для уха сакса времен короля альстрада то есть это девятый век то чтобы прочувствовать что это были за изменения то есть давайте попытаемся говорить на русском по упрощенному варианту первого склонения чтобы прилагатели не имели там форму слово изменения чтобы окончание глаголов индуцировались то есть я попытался мне дадить фразы типа как плохая пародия на солдат вербахта типа я любить курица кушать я будет идти в дом то есть это демонстрирует плохое владение языком что случилось почему вдруг люди перестали говорить грамотно давайте посмотрим языковую ситуацию 9-11 века во-первых разобщенность племен было 4 диалекта и следуя за Юрием Михайловичем Лотманом мы можем сказать что существовал язык для своих и язык для чужих под языком для своих мы понимаем древний английский язык во всем богатстве словаря потому что он ориентировался на определенный тип памяти то есть обладал локальной семантикой допускал эллипсис язык для чужих наоборот недопустимые эллипсисы умолчания суженные социальные функции и это был язык древней английской народности это было коэне потому что хоть скоро были диалекты то была диалектная форма общения и второй фактор в том что к тысячному году 50% населения были иностранцы потому что начав где-то с 7-8 века в Витинге начав нападать на Британию они постепенно начали организовать население там и в период с 900 по 975 годы эта территория была отвоевана и она точнее нет прошу прощение в 879 году территория отошла датчанам большая территория северной Англии и стала называться территорией датского права потом с 900 года она была отвоевана и признавала суверенитет английский к 1000 году половина населения Англии были иностранцами то же самое было бы в России если бы не Иван Сусанин если бы он поляков не завел то тоже близко родственных этнос мог бы завоевать и половину населения были бы поляками таком бы мы языке тогда сейчас говорили то есть культура навязала кардинальные да это языковая ситуация конкретная как бы дальше идем Лев Владимирович Щерба в работе о понятии смешения языков предположил гипотетически ситуацию очень хорошо находятся на языковую ситуацию в Англии а именно если у нас есть два племени говорящих на разных языках то каждый член новой группы будет в чем заинтересован чтобы он мог общаться со всеми поэтому он будет учить худо-бедный язык другого племени и в итоге как раз главным будет оставаться вот эта смесь языков из двух предначальных языков таким образом в сухом остатке будет язык который не продолжается как наследник первого или второго языка но то есть тот язык который используется для общения то есть язык консенсус да таким образом вот те изменения которые я говорил которые я на слайде выше они в принципе вот прошу прощения вот здесь они в принципе совпадают с характеристиками языка лимбофранка языка межкультурного общения то есть язык который обладает минимальной грамматикой и лексикой двух контактирующих языков и по этому поводу Щерб как раз переписал что из двух первоначальных языков будет исключено все слишком индивидуальное например слишком сложная грамматика вот вам результат таким образом я считаю что среднеанглийский язык со всеми большим количеством изменений является примером того как Эттос адаптировался к новой ситуации и воспринил новую систему коммуникации которая существовала на периферии как форма общения между различными племенами то есть между диалектами но изменилась ситуация и эта система коммуникации стала основной и она стала развиваться тогда как локальные диалекты будущий изначально более богатыми более совершенными стали угасать только экстралингвистические факторы влияют на развитие языка они можно отвечать да конечно экстралингвистические факторы они воздействуют на систему но система языка это достаточно сложная система и мы можем наблюдать еще внутри системные факторы которые являются следствием внешних потому что система почему будет меняться потому что еще тут нужно определиться а что является изменением вопрос то есть пример не из лингвистики давайте такой пример новгородцы которые строили свои избы из дуба дуб растет на берегах Ладоги когда переселились на берега белого моря начали строить такие же избы с точно такими же технологиями только из местных сослов дерева береза сосна у них поменялась культура или осталась материальная культура в принципе та же самая то есть поменялся материал но влияет ли это то есть можно ли это считать культурным изменением поэтому поэтому в любом случае исходным скажем фактором является внешний церегат потому что вы как раз объясняли чисто социальным составом взаимодействия интерференции и прочее языков поэтому изменение аналитического социального языка способов выражения драматического значения и так далее а вот сейчас в русском языке тоже аналитизм начинает очень широко распространяться какие на вас ждут причины которые послужили толчком к развитию аналитических конференций русском языке я не совсем за вас это естественное вопрос чтобы дать адрес адрес аналитические 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 меня немножко охередило то есть вот как раз то что Михаил Александрович рассказал это все равно частный случай языковых контактов причем все равно влияние языковых контактов на внутреннюю систему ну это очень спорно то есть если мы говорим о языке как части культуры то соответственно должны быть какие-то общие закономерности развития языка как части культуры то есть ну скажем тогда аналитизм должен иметь место во всех этнических языках вы сами недавно говорили да что любое общество у нас полиэтнично и вот скажем русский язык ну всю жизнь находился в контакте то с греческим то с польским то не знаю с чурскими и мангольскими языками и прочее вот ну не знаю может быть аналитизм который начался в 20 веке это следствие вот этих контактов но это все надо обосновать но главное пафос не в этом вот все равно языку присущи внутренние имманентные законы развития не зависящие от социо-культурных факторов не зависящие там от каких языковых контактов и прочего это результат ну вот я не знаю внешнего воздействия можно ли проследить ну вот скажем известный результат падения редуцированных происходило все это фонетические позиции сугубо фонетические позиции ну он русист и знает да то есть там слабые позиции утратился сильный вокализовался и никакое там правление владимира мономаха или ярослава мудрого на это никак не могло повлиять и тем более контакты с печенеками полотцами и так далее или вот этот предел унификации да склонения существительных ну вот произошла такая унификация унификации в филологии скажите мне с какого века с 15 да по 18 век за это время много вот этих фаз исторически сменилось ну не знаю унификации да 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 здесь скорее там можно наблюдать закон экономии искровых средств где вместо много-много окончаний мы видим единый да столам коням домам вместо столом коням домам и так далее и вот эти внутренние законы у меня знаете там еще есть примеры по поводу кредит там и так далее то есть законов функционирования и развития внутренних касающихся фонетики грамматики я считаю от социо-культурных факторов не зависит так хорошо очень интересно мы сейчас можно противопоставляем две позиции я хочу чтобы аудитория участвовала таким образом вы значит был Михаил Александрович вы потом где-то комментарии выставили нет почему противоречия пожалуйста противоречия она уже разгорелась если посмотрите я хочу аудиторию слышать ну во-первых вы сказали что то есть мы как бы никакое вправление у Владимира Бономаха не могло повлиять на какие-то изменения можно сказать обратное у нас недостаточно данных чтобы обосновать какие социо-культурные факторы могли повлиять потому что за фонемами стоят конкретные люди почему вдруг люди начинают иначе произносить звуки что случилось возможно это новая группа которая имеет чуть другое произношение стало скажем ее произношение стало более важным более доминантным или престижным по поводу шталом конем и домин у меня вопрос к вам как к русисту почему скажем я так понимаю что это были разные склонения да почему существовали три разных склонения и они унифицировались в одно здесь было даже больше шесть разных склонений здесь вы опять идете вот на мою медлицу а почему разные склонения были потому что раньше вот у всех вот этих трех ну там четырех шести даже разных типов склонений были разные форманты в основе то есть это еще в праславянском языке было склонение на о краткое было склонение на у краткое было склонение на у долгое было склонение на а долгое и краткое и долгое потом вот эти это все законы фонетические и грамматические Действие закона открытого слога Там сначала конечный согласный утратился Потом пропали вот эти Ну не пропали, они Трансформировались и презирались И так далее Это все Хорошо, были форманты Форманты, так понимаю, мархемы были Так? Это не мархемы, это особые Процессы происходили в разных Солнечных языках Вот такие процессы происходили в общеславянском языке Как известно Из общеславянского языка Вышли разные славянские языки Там были разные правители Но процессы происходили Примерно до определенного этапа Одинаковые Так и возвращаемся назад К исходной идее, да? Нет, не совсем к исходной идее Потому что пока еще Как бы Облегчение усилий шло Вот минимизировали Дальше что? Нет, вопрос такой Что были форманты То есть я Как воспитанную Вне структурализма Как бы привык считать Привык считать Что если у нас есть Какая-то единица Материальная То она у нее должна быть Какая-то функция Если есть формант То есть Почему он был? Для чего он был? И допустим Я знаю, что в истории Английского языка Выделяется Если я не ошибаюсь Семь или восемь склонений Существительного Почти так же Как получается В прославянском Так вот Там предполагается Что эти различные склонения Выражались Различные То есть Это была Своего рода классификация Что одни Категории Объекты одной категории По одному склонению Другой категории По другому И я могу предположить Что Раньше Это были Различные Как бы Категории предметов Когда Эта классификация Стала неактуальной И то есть Люди стали сказать Девы по-новому Либо Это первый момент Стала неактуальной Поэтому происходит Унификация Потому что Смысла больше нету То есть Материальная единица Больше не исполняется функцию Либо Возможно То Как бы Скажем Тот же Пример Может быть Плохого Изучения языка То есть Когда Возможно Влилась Какая-то Народность Которая плохо Говорила Но она была Социально успешной Но они говорили Вот так вот И это постепенно Стало нормой Мы не знаем Потому что Все-таки Если мы говорим О принципах И правилах Функционирования языка То строить Наши Выводы На том Как происходило тогда Хотя Мало данных Есть по Прославянскому По Германскому Языкам Это Немного опасно Это мы уходим К первым Компортивистам Лучше основываться На том Как происходит Опять же Я знаю Специалист В диалектах Сейчас Потому что Вот это не убеждает меня Михаил Александрович Наверное Вы хотите сказать Что за любым Видом Некой Модификации Языка Всегда стоит Человек Как социокультурное Существо А язык Сам по себе Регулировать Как некая Душевленная Сущность Не может Вы это Хотите сказать Почти Я могу Согласиться Даже Исходя Из того Что происходит Сейчас Синхронное состояние Русского языка В аспекте Нормативности Ну допустим Литературное Договор Дарения В силу Так сказать Может быть Я вам Пасхожу Или может быть Даже Несколько Некорректно В силу Большей степени Неграмотности В этом отношении Да В слове Договор Ставит ударение Договор И это уже Стало Что Это культура Да Без культура Язык адаптируется Культуре И в словарях Появилось Допустим Допустим Ударение Договор Да Нет Второй вид Произношения Легализуется Легализуется Да То есть Безкультурное Ненормативное Оно становится Уже Разряд культурным Вы вообще Находитесь В таком Очень тоже Радикальном Разряде Людей Которые Называются Куристы Куризм Очень опасен Потому что Движение Жизни Всегда Поступательно И Кто-то Сказал Договор Абсолютно Верный Когда Люди Все-таки Скажем По Недоговоренности По условной Договоренности Решили Все-таки Еще одно Породить Вдарение Я считаю Надо Демократичным Быть То есть Когда Есть два Видопроизношения Это называется Демократичный Путь Легализации Неграмотного Скажем Вида Но С течением Времени Они все-таки Оба становятся Грамотными То есть Куризм Имеет Такие Опасные Коденции Вы как Русист Который На страже Русского Языка Насчет Неграмотности Это просто Правило Соответствие Правилам Это есть Это не было Правило Ну Пример Учитывая этот момент Именно взяли Английский язык И русский Английский язык Они все-таки Прерастали колониями Тут один фактор Как обучение Языку Не берется Потому что Есть люди Которые С детства Воспринимают Как родное А есть Которые Обучают Соответственно Чем проще Будет язык Тем проще Будет его Обучить Поэтому Собственно говоря И слово Прощение Тоже касается Мне кажется И русского языка Потому что Объединение Это шло же Обучение Русскому языку А чем сложнее Язык Тем Во-первых Дольше обучает Его И соответственно Результат Иногда Будет Не всегда Успешный И для того Чтобы Обучение Прошло успешно Сам язык Должен быть Сам простой Вот поэтому Это требование Того Что Это касается Народности Которые Впитывают Себя Другие Народ Поглощают Я могу возразить Дело в том Что Вы знаете Что Обучить Иностранца Русскому языку Намного проще В нормативном плане Если я скажу Что договор И больше никак Он будет знать Что это договор Если я скажу Что договор А нашего Носителя русского языка Переучить Практически Невозможно Так хорошо У нас осталось Ровно 15 минут Уважаемые лекторы Пожалуйста Вот нам Покажите Еще несколько слайдов Я знаю У вас есть И мы Пять минут Вам по пять минут Хорошо И пять минут На завершающие Какие-то идеи Пожалуйста И Уважаемые Подмастерья Прошу потерпеть У меня все уже Так Слава Давайте Я скажу Я хотел Вот еще Совсем О современных Вещах Ну Которые Являются Тоже Средствами Адаптации Да О симулярах Ну О них Жан Бодрияр Очень хорошо Говорил Сказал Все Смотрели Наверное Медфильм Матрица Где Вот как раз Вот это Явление Собственно Кирик Посвящен Этому Явлению Да То есть Симуляторы Выступают Как механизм Социальной Социальной Адаптации В современном мире И Причем Вот как Бодрияр Сам пишет Где речь идет Не о симуляции Не о элементации Не о дублировании Даже о пороге Речь идет О подмене Реального Ничем То есть Симулятор Это Знак Который Обозначает Ничто То есть Он скрывает То Что За ним Ничего Не стоит Ну Соответственно Если говорить О симулякрах Как Культурных Явлениях Вот же Конечно Автоматически Идет И Язык О языковых Симулякрах Он Ничего Не пишет Я по-моему Там есть еще А по терапии Вот тем Какой Ну Да Это Вот Его Пример Например Икона Он пишет Вообще Не имеет отношения Какой бы Реальности Ивляя Своим Собственным Симулякром Чисто Виде Или Вот пример Диснейлендер Он там Очень много По-американски Для того Чтобы сказать Что Диснейлендер На самом деле Ивляет Реальная страна Вся реальная Америка Но можно Вспомнить Наши примеры И российские И здесь Если говорить О языковых Симулякрах То Типичным Примером Является Сталинская Эпоха Ее Язык Ее язык Ну Например Выражение Враг народа За которым На самом деле Не стоит Ничего То есть Это Подмена Понятия Обозначающая Ну собственно Она ничего Не обозначает То есть Она Идеологический Маркер Символ Того Что Вот Под эту Категонию Можно Подобрать Кого угодно Языковыми Симуляторами На мой взгляд Являются Современные Термины Характеризующие Ситуацию Гражданской Войны На Украине Когда Одних И тех же Людей Называют Ополченцами С одной Стороны Террористами С другой На самом деле Это могут быть Какие-то Наемные Солдаты Негры Африканцы Американцы Кто угодно И Вот как раз Бодриярко Предупреждают Что Симулякры Это Не только Механизм Социальной Адаптации Но и Механизм Разрушения Современного Общества Ну вот На этом Хорошо Для того Чтобы у нас Немножко Наша Прекрасная Беседа Не ушла В пессимизм С симулякрами С подменой Все-таки Давайте Обсудим Более светлые Итак Вот вы Увидели Что Есть Столкновение Мнений Да То есть Мнений Которые Продиктованы Исходным Подходом То есть Подход к языку Мы же Все понимаем Что Когда мы Говорим о языке Мы часто Абстрагируемся До уровня Абстрагирования Общества Да То есть Язык Как Достояние Общества И Когда мы Говорим о языке Мы также Абстрагируемся Идем на уровень Индивида Или Индивида Ума Что лучше Индивида Ума Ума Так Индивида Ума Хотя Сегодня Признается Что можно Говорить Индивида Наверное Да Так Вот Ваше мнение Господа Я хочу Чтобы Кто-то Все-таки Ну Выразил Свою Свою Преференцию Как мы Говорим Я лично Допустим Склонна Поддерживать Мнение Александра Петровича Потому что Потому что Давайте Так Четвертый курс Так Четвертый курс Людмила Пожалуйста Вот Чей подход В Обосновании Языка Как средство Адаптации Вам понравился Больше Вот Какому мнению Вы понимаете Что наука Тогда наука Когда имеет Всегда Противопорство Мнения Да Правильно Поступательно Движется Наука Именно Если Есть Многие Подходы Так Юля Аня Как вам Кажется То есть Социокультурный Подход И Такой Пост Структуралистский Подход Так Пожалуйста Я 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 Человек Я Человек В свою очередь Влияет Все факторы Внешние То есть Человек Как Часть Социокультурной Среды Человек Существо Социальное Так Хорошо Ну Может быть Мы Александра Петровича Не так Глубоко Поняли Я так Подозревать Начинаю Да я Сильно Не возражал Так Пожалуйста Еще мнение Так Пожалуйста Бутидма У меня Была Так Получается Например Ситуация С английским Языком Вы говорили Что лексика Это открытая Система А Там Менялась Грамматика То есть Закрытая Система Если Это же Такой Президент Который Только В Англии Такого В России У нас Не было 50% Населения Были Иностранцы А в России Если взять Там Была Ситуация Когда Интеллигенции Разговаривали На французском Языке И в этом В открытую Систему Увлек Очень много Французских Заимствований Да И получается Так Что Ну Получается Что Эти две Ситуации Они Как бы Ну Их нельзя Супоздаем Вот Грамматика Именно Да То есть Получается То что Там Шла Редукция Именно Упрощение Грамматических Структур Структур Да Это Получается Опять Человеческий Фактор То есть Человек Старался Идти В экономии Производства Говорений Когнитивных Усилий Так Хорошо Экономия Когнитивных Усилий Как мы Говорим Так Есть Еще Мнение Хочется Чтобы Вот Камчатка Выступила Ирина Николаевна Не хотите Выступить Дарим 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 Вероника Ты как Передовой Элемент Журналистики Ну Они Наверное Еще Не Смысл Так Ну Давайте Последняя Такая Затравка На Интеллектуальные Скажем Упражнения Вот Язык Можно Представить В виде Метафоры То есть Конфектка С оберткой Обертка Красивая Разворачивается И внутри Семантика То есть Метафора Какая Обертка Это язык А то Что мы Кушаем Это Семантика Представим Одну Метафору Другая Метафора Леденец Леденец Он такой Без Обертки Его Обертку Не разворачиваем То есть Форма Семантика Слита Воедино Вот Какие Подходы Что То есть Вычь из вычь Как мы говорим В английском То есть Какая метафора Все-таки Обслуживает Эту идею И какая метафора Обслуживает Эту идею Или Или так Нельзя Ставить Вопрос Я вообще За торт Я вообще За торт Кусок торта За торт Да Пойдемте чай пить Хорошо Хорошо Тюрьма считает Что Леденец Это Социокультурный подход Это Слипшиеся конфетки А Слипшиеся конфетки Слипшиеся конфетки Без бумажки Без бумажек Потому что Нет Правильной Нет Правильной Какой-то Одной Идеи Истина Всегда Находится Посередине И всегда В науке Мы знаем Происходит Развитие По спирали Когда мы Отказываемся От предыдущих Идей И бросаемся В противоположную Крайность Но на следующем Витке Мы Объединяем Эти две Идеи И не случайно И Александр Петрович И Михаил Александрович На самом деле Не очень-то спорили Друг с другом Это я пыталась Их заставить Спорить Потому что Они и не могли Спорить друг с другом Потому что В языке есть И социокультурное И есть И внутренние Механизмы И они Наверное В одинаковой степени Важны Что касается Семантики Конечно В делении Слов Вот по этим Группам По склонениям Там тоже Был элемент Естественно Семантический Элемент Какой-то Это достаточно Сложный Момент Когда Сложно Разграничить Поэтому Это Континуум Мне очень нравится То Как Побитожила Надежда Александровна То есть Наши Такой Собирающиеся Скатиться На Пессимизм Симулякрами Направление Мы все-таки Перевели На русло Такого Золотой Середины Да Так Дарим Даже Дарим Я хочу поддержать Вас Что Оба оппонента Они как бы Несколько Старались Убедить Друг друга А вот Сколько Они Как бы Здесь мы Наблюдаем Приемлемость Они признали Приемлемость Точки Зрения Своего Оппонента Так Прошло Ну все Главное Не будем Увлекаться Симулякрами На этой Ноте Мы с вами Прощаемся Через Две Недели Встречаемся На следующей Сессии Большая Благодарность Нашей Девушке Да Спасибо 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 Спасибо